Добрый день! Сегодня совершенно внезапно мне захотелось рассказать об очень старых головоломках. Серия старая, но две заключительные модели, которых мне не хватало, мне удалось купить только сейчас. В наличии в продаже их не было. И то ли где-то нашлись старые запасы, то ли повторное производство, но я все же купил два недостающих пентайдра. Пусть они были не такие важные, как вся серия, но как коллекционера мне хотелось их иметь. Это пентайдры компании MF8 в Содружестве с Даяном. Вот такая вот коробочка. И сегодня речь пойдет только о простых пентайдрах. То есть это трехслойный и пятислойный пентайдр. Вся серия насчитывает получается 11 экземпляров. Это 8 планет Юпитер, Меркурий, Сатурн и так далее. И еще вот такой вот пятислойный Крэйзи. Все планеты имеют дополнительные элементы в виде Крэйзи кругов, а стандартные версии являются базовыми. Трехслойный пришел в коробочке. Можно ее рассмотреть. Здесь вот все остальные модели, кроме пятислойного Крэйзи, видимо, все планеты. Здесь, видимо, должна была быть галочка. Кто это? Крэйзи пентайдрон пазл, либо просто пентайдрон пазл. Ну, галочки нет. А пятислойный пришел вот с такой коробочкой. Видимо, она универсальная и пять слоев в простую коробку не помещаются. Ну, коробочка точно такая же. Ну, а новая вроде бы неиспользованная. Ни разу ее никто не сворачивал. Ну, сохрани. Распаковываем трехслойный. Поскольку галочка очень старая, очень много лет назад выпускалась, то инструкции здесь, естественно, нет. Вот. Хотя коробочка-то симпатичная. У Крэйзи-версии у меня только у Сатурна есть коробочка. Так как все остальные достались мне от Ивана Цикова, который мне их перепродал без упаковки, и у него не хватало Сатурна и вот этих вот базовых моделей. А эту я потом перекупил, не помню у кого, но тоже кто-то распродавал то ли запасы у магазина. Ну, как бы в частном порядке выкупил. Ну, а здесь все в коробочке и не был. Эти же Иван Циков, видимо, собирал, и некоторые даже не смог собрать. Из них я освоил Меркурий и Юпитер, и на этом пока остановился и надолго забросил. Ну, теперь появились у меня стандартные. У них особых каких-то обозначений нет, только на некоторых детальках. Брендированные такие вот вдавленные надписи. Здесь, на оранжевой грани и на белой. А вообще на каждой. На трех сторонах, а на плоских нет. Мы видим пятигранную главоломку. Вращается так, так, так. Ну, очевидно, каждый из трех слоев. По сути, это кубоид, у которого всего три боковых грани. Ну, поскольку еще основание верхнее и нижнее, грани получается пять, и поэтому он пентайдер. На стандартных версиях никаких здесь кругов нет, поэтому давайте сразу перемешивать. Вращаются неплохо. Видимо, можно настраивать. Строение интересно. И мне всегда нравились главоломки необычного строения. Форму, кстати, не теряет. Вращается исключительно как кубоид. То есть боковые грани на 180, а верхние и нижние, ну и средние на 120 градусов. То есть как-то вот не довернуть и поворачивать не получится. Ну и резких углов нет совсем. Так вот, мне нравятся главоломки необычные, у которых какое-то другое строение. Есть необычные главоломки типа бипирамиды, которые не поймешь, как вращать. А есть вот такие не особо сложные пентайдеры. Чем-то похожа была еще главоломка звезда. Это вот такой вот бочонок. Здесь боковых граней больше. Хотя форма обычной бочки. По сути, пять граней боковых. И также три слоя горизонтальных. Здесь три боковых и три горизонтальных. Давайте соберем. Собирается интуитивно, а позже перемешаем пятислойную. Посмотрим на отличия. Сначала я собираю средний слой. Вот не очень удобная ситуация, но здесь делается все интуитивно и несложно. Так, за пару-тройку движений средний слой собирается. Позже собираем ребра на верхней и нижней грани. Здесь есть центры на каждой грани. Ну, на боковых, понятно, вот эти крупные элементы, центральные. А на верхней и нижней вот такой маленький треугольничек. И по вот этому центру можно определить, какой цвет должен быть на этой грани. Здесь, понятно, фиолетовый. Ребра должны располагаться в нужном порядке. Ставим одно на место. Это стоит неправильно. На его место ставим другое фиолетовое. Вот так. У нас развернулся средний слой. Подворачиваем пустое место и ставим сюда вот это. Ну, по-разному можно собирать, как в кубоидах. Отводить, здесь что-то менять, возвращать. По-всякому. Я собрал уже пару десятков раз, и тот, и другой. Но, как я понял, если мы правильно расставляем ребра на одном слое, на втором они автоматически стоят правильно. Вроде бы другой ситуации у меня не получалось. Да, вот здесь уже все хорошо стоит. Но с углами тут так не работает. Их нужно расставлять. Ну, а как их расставлять? Обычным кубоидным пиф-пафом. Единственное, что у нас будет разворачиваться средний слой, поэтому нужно делать его дважды. Сейчас мы видим, что ни один угол не стоит на месте. Давайте вот этот фиолетовый поставим на место, на нижней грани. Он бело-синий. Вот здесь вот бело-синий место. Делаем R2U, R2U', R2. Он встал на место, но средний слой развернулся. Мы спокойно подворачиваем какой-нибудь другой. Будет неплохо, если он встанет на свое место, но это не так важно. Сейчас мы не можем сориентироваться по верхнему слою, какой сюда нужно ставить уголок. Надо было это просчитывать раньше, так как вот эти два ребра меняют свое положение. И сейчас вращать мы можем только нижнюю грань, так как на ней меняется только уголок. А здесь еще и ребра переставляются, так что вращать верхнюю между пиф-пафами не будем. Делаем еще пиф-паф. Ну и видим, что не угадал я с уголком, который сюда поставить надо было просчитывать. Ну да неважно. Если у нас внизу два уголка собрались, лучше пентайдр перевернуть, так как верхнюю грань мы вращать не можем, а на нижней можем что-то перемещать. Если вот этот бело-синий угол с желтой гранью, то на желтой стороне он должен быть между, очевидно, белыми и синими ребрами. То есть должен быть вот здесь. Давайте его сюда и поставим. Той же комбинацией. Ну и вместо него наверх поднимем какой-то другой уголок. Ну, к примеру, этот. Так. В итоге у нас здесь как был неправильный уголок, так он и стоит. А внизу осталось только два неправильных. Ну, здесь ситуации бывают разные, но вот этими интуитивными заменами все легко решается. Я даже выводил какие-то универсальные алгоритмы для отдельных случаев. Ну, когда буду делать подробный туториал, все свои наблюдения туда добавлю. Покажу просто обзор. Этот уголок нужно поставить между синим и оранжевым ребрами. Синий, оранжевый цвет. Значит, сюда. Просто ставим. Подворачиваем другой угол. Он может быть как справа, так и слева. Делаем еще раз такой же пиф-паф. Ну и пинтайдер собран. Он вращается неплохо, но единственное, резко углов отсутствует совсем. Ну и перейдем к пятислойному. Чем он отличается? Тем, что у нас визуально отсутствуют центры на верхней и нижней гранях. На боковых все так же. Вот эти дополнительные слои, нижние и верхние, они имеют тот же цвет, что и грань. То есть желтая на желтом, хотя можно и поменять полностью. Центр отсутствует. Чтобы проверить цвет крайних деталей, основных, нужно вот поворачивать. Ну или присматриваться сбоку. Можно обнаружить. А так получается, что тот же самый пинтайдер базовый и дополнительные элементы. И стат-центров нет, поэтому нужно чуть по-другому определять, где какая грань должна быть. Давайте перемешаем. Почему-то пятислойный у меня вращается еще лучше. Естественно, гораздо лучше, чем крэйзи-версии, про которые я как-нибудь отдельно расскажу. Возможно, не скоро, когда все их соберу, подробнее изучу и будет что рассказать. Пока я собирал только две версии и не знаю, есть ли смысл делать видео отдельно про две. Посмотрим это уже как-нибудь потом. Ну а сейчас, очень же мне захотелось поведать всем любителям головоломок, что эти пинтайдеры доступны для покупки. Можно их спокойно купить, не надо выискивать каких-то коллекционеров, кто решил от них избавиться. Собираем. Вначале средний слой. Также интуитивно. Вот у нас есть тот синий-оранжевый кусочек, правильный. К нему вот этот бело-синий элемент должен прийти, но с другой стороны. Мы развернем, тут развернем и тут подставим. И пока мы собирали один элемент, у нас уже собрался весь средний слой. Далее, для того, чтобы понять, где какая грань должна быть, желтая или фиолетовая, мы смотрим на уголки, вот на эти основные. Крайние-то не одноцветные все, а вот основные трехцветные. Оранжевый-синий вот здесь вот по цвету совпал. Да, значит, на этой стороне должна быть на желтая грань. Если мы возьмем какой-нибудь другой, вот, оранжево-синий. Здесь оранжево-синий элемент среднего слоя, а здесь верхнего. И цвета наоборот, значит, фиолетовый цвет должен быть на нижней грани. Поэтому возвращаем тот, проверяем. Действительно, все хорошо. Значит, сверху грань желтая. И сейчас вот самый неудобный этап, это собрать желтые ребра, так как их хуже всего видно. Можно, конечно, на цвет вот этих вот элементов, а сверху, вот этот скрытый цвет, не обращать внимания. И тогда сборка будет сильно проще. Но я стараюсь собирать все, что можно собрать. А значит, здесь должны быть желтые ребра. Это фиолетовое, это фиолетовое, это фиолетовое. Ни одного желтого нет. Поднимаем, значит, снизу. Вот это белое. Отведем. И еще одно. Какое-нибудь оранжевое. Так. Смотрим. Про остановки я места угадал. Значит, сюда нужно добавить еще одно желтое, ну, с синей боковой стороной. Для этого, чтобы поставить одно, вот оно, желтенькое, я опускаю, сюда подвожу, и поднимаю. Ну, как собирать крест на кубовидах, ну, и во многих других головоломках такой прием используется. Ребра желтые стоят на местах. Проверим, что фиолетовые тоже. Довернуть надо. Так, так, так. Все хорошо. Ну, и собираем вот эти внутренние углы. Здесь все стоят неправильно, а здесь один стоит правильно. Ну, давайте с этой стороны начнем. Здесь грань фиолетовая. Вот этот желтый, бело-синий нужно поставить вот сюда. Ну, потом заменить на какой-нибудь не собранный. Делаем так же. R2, U, R2, U, R2, R2. Подворачиваем какой-нибудь. Вот этот R2, U, R2, U, R2, R2. Ну, вот, попался удачный, он здесь что-то собрал. Здесь остался один, но снизу должно быть тогда два. Этот желтый, бело-оранжевый. Его надо ставить сюда, ну, и поменяем потом вот на этот. Все легко. R2, U, R2, U, R2, U, R2. Подворачиваем другой. R2, U, R2, U, R2, U, R2. Возможно, я потом найду какой-нибудь более оптимальный способ сборки, но и так пока все работает. Крайние свои собрались сами. Такое бывает, так как, ну, деталей не так уж и много. Ну, чтобы было интереснее, я их отдельно перемешаю. Делать это сложно. То есть, вращаем пентайдера, а тут перемешиваем только крайние свои. И этот процесс очень похож на сборку центров у каких-нибудь Magic Tower, Petal Pyraminx и чего-то подобного. Ну, вот как-то что-то перемешалось, и мы видим, что здесь должна быть грань фиолетовая. Можем поступить двумя способами. Ну, первый сделать те же движения, что для сборки основного пентайдера. То есть, собрать сначала ребра, потом углы. Давайте попробуем. Поднимаем так. И вот так. И здесь приходим к каким-то простым ситуациям, где нужно поменять пару-тройку углов. А так как углы все одинаковые у одного цвета, то процесс сильно облегчается. Этот поставим сюда, но тогда фиолетовый поднимется наверх. Будет неудобно. Значит, мы поставим желтый на место желтого, а потом фиолетовый сюда подвернем. Если так не сделать, то у нас останется развернутая середина. R2U 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 R2 Подворачиваем фиолетовый R2U 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 Вот все собралось. Ну или в некоторых ситуациях бывает удобно собрать интуитивно. К примеру, получилась вот такая конструкция. Здесь вот такая. И как в центрах Petal Pyraminx или Magic Tower можно опустить, захватить и отправить назад. Не всегда это у меня по крайней мере получается. Так что чаще проще стандартным способом все здесь расставить по месту. Интересные пинтайдры не совсем дешевые, но вполне доступные для покупки. Это базовые модели трехслойные и пятислойные пинтайдры MF8 и Дайан. Про все остальные как-нибудь позже расскажу, когда с ними разберусь. Я знаю, что есть способы сэкономить, купить пару моделей и из них можно собирать все остальные. Не знаю, за исключением пятислойных. То есть из трехслойных можно купить парочку и там что-то менять и все получится. По-моему для пинтайдров это стандартный из Crazy Uran или Землю. Что-то такое. я коллекционер не хочу заниматься сборкой лего, поэтому купил их все. Но для тех кто экономит и желает собрать только раз эти головоломки или каждый раз пересобирать механические можно и купить только ограниченное количество моделей. То же самое есть с Crazy октайдрами там планет поменьше всего 5 и один стандартный октайдр они тоже готовятся к тому чтобы я их купил у меня всего парочка еще 4 надо купить но они тоже не дешевые немножко подожду возможно куплю чуть позже если они не пропадут а так старые головоломки тоже интересны причем с цветом пластике сделанные много лет назад они кстати есть такие же и с наклейками но я специально искал что сатурн что вот эти чтобы были с цветом пластике в одном стиле оставались с октайдрами так уже не получится так как у меня два с наклейками но остальные куплю какие найду еще и тетраэдры в этой серии но с ними все сложнее да еще и мегаминкс есть ну да ладно на этом все всем спасибо всем пока